Всем привет! Вы на канале Дарина Свит, канале, где очень любят собак. Сегодня мы с вами поговорим о собачьих игрушках. Как выбрать собаке правильную игрушку? Какие вообще бывают виды игрушек и сколько игрушек нужно собаке для полного счастья? Подписывайтесь, чтобы не потерять нас на просторах ютюба и мы начинаем! Чтобы собака чувствовала себя счастливой и полноценно рядом с хозяином, недостаточно кормить ее качественными кормами и гулять на улице несколько раз в день. Собаки очень активные создания и в период между прогулками им нужны игры. Большую часть жизни наши питомцы проводят именно в игре, поэтому игрушка должна быть не просто увлекательной, но и безопасной. Игрушки это не просто способ весело провести время, они многофункциональны. Ну во-первых, с помощью игрушек щенки познают окружающий мир. Во время игр щенки взрослеют и набираются опыта. Во-вторых, с помощью игрушек вы направите энергию щенка или уже взрослой собаки в нужное русло. И вероятнее всего, в вашем доме все вещи останутся целы. В-третьих, играя, ваш домашний любимец активно двигается, а значит он всегда находится в отличной физической форме и прекрасном настроении. Кстати, считается, что во время обычной прогулки собака не испытывает такой физической нагрузки, как при играх с любимой игрушкой. В-четвертых, игрушки становятся помощником при дрессировке. С помощью их можно научить собаку различным командам, да и вообще привить дисциплину. Зная, что любимая игрушка находится у вас, собака никогда от вас не отойдет и будет с нетерпением ждать игры. Ну и в-пятых, развивающие игрушки помогают улучшить взаимодействие собаки и хозяина. Если вы думаете, что только мир детских игрушек настолько разнообразный, вы заблуждаетесь. У питомцев тоже очень много видов игрушек, каждый хороши по-своему и приносит огромное удовольствие вашей собаке. Есть игрушки для грызения, для десен, для зубов, мягкие игрушки, интерактивные игрушки, игрушки для дрессировки, интеллектуальные игрушки и так далее. Давайте сейчас быстренько разберемся и пройдемся по основным видам игрушек. Канаты для перетягивания. Канаты и другие игрушки-трепалки выполняют сразу несколько функций. Они формируют хватку у собак, подразумевая схватку с добычей. Такие упражнения способствуют укреплению конечностей, зубов и жевательных мышц у собаки. Здесь надо учитывать, что прикус у собаки формируется до полутора лет, поэтому не рекомендуется до этого возраста играть с собакой в перетягивание каната. Мягкие игрушки. Многие домашние любимцы обожают возиться с мягкими игрушками. Их можно и потрепать, и поносить в зубах, и немного погрызть, и покатать по полу. Такие игрушки быстро выходят из строя. Нельзя допускать, чтобы был съеден наполнитель или какая-нибудь мелкая деталь этой мягкой игрушки. Поэтому, когда вы уходите из дома и оставляете собаку наедине, лучше все мягкие игрушки у нее забрать. Жевалки для зубов. Во время смены молочных зубов у щенков и для собак, которые постоянно любят что-то грызть, отлично подойдут игрушки-жевалки. Они становятся для питомцев хорошим профилактическим средством от заболеваний зубов и десен. Массируя их и очищая. Методичное жевание является своеобразной антистрессовой терапией. Следует в первую очередь интересоваться материалами, с которых сделаны эти игрушки, чтобы они не принесли вред вашей собаке. Мячики. Если ваш домашний любимец не может долго усидеть на одном месте, то ему просто необходим мячик, за которым он будет часами бегать или неутомимо катать. Главное, чтобы игрушка соответствовала размеру пасти животного. Есть разные мячики, есть литые, они более долговечные, есть полые, но с любимыми пищалками внутри. Желательно иметь несколько разных мячиков. Кстати, игры с мячом, они очень энергозатратны, как для вашей собаки, так и для хозяина. Фризби. Очень веселая и подвижная игра на свежем воздухе. Разнообразит ежедневные прогулки и научит чувствовать друг друга еще лучше. Собаки испытывают восторг от возможности схватить в воздухе эту летающую тарелку. Если ваше животное не расположено к быстрому бегу, то такой диск легко катится по ровной поверхности, что, кстати, развивает не только физическое состояние, но и охотничий инстинкт, навык погони за добычей. Веселое времяпрепровождение вам обоим обеспечено. Интеллектуальные игрушки. Прыгание, бегание, катание, жевание – это, конечно, очень важные элементы формирования физического развития собаки, но есть очень классные умные игрушки, которые помогают развить умственные интеллектуальные способности собаки. Для того, чтобы добыть лакомство, ему надо проявить смекалку и настойчивость. Помните, что умственная нагрузка важна не менее физической. Итак, как же выбрать игрушку собаки? При выборе правильной игрушки нужно учитывать несколько моментов. Ну, во-первых, игрушка прежде всего должна быть безопасной, потому что многие собаки любят разгрызать игрушку, отгрызать мелкие детали, могут наесться наполнителя и так далее. Безопасные игрушки сделаны из нетоксичных материалов и не имеют отталкивающего запаха. К сожалению, покупателю без специальной экспертизы выявить токсины практически невозможно, поэтому главное – обращайте внимание на маркировку. На этикетке должно быть указано, что изделие не содержит каких-то подозрительных, на ваш взгляд, веществ. Протестируйте запах и цвет. Игрушка не должна быть ядовитого цвета и иметь резкие химические отдушки. Также при выборе игрушки нужно учитывать особенности именно вашего питомца. Его возраст, его размеры, то есть породу и стиль игры, его личные предпочтения. В процессе взросления питомца поменяются и его игрушки. Щенкам подойдут такие, которые увлекут и приучат ко сну отдельно от мамы. Пищащие и мягкие игрушки. Для щенков, у которых режутся зубки, нужно приобрести несколько крепких резиновых косточек. Они облегчат зубной зуд и, возможно, уберегут пару любимых туфель. Для взрослых собак литые резиновые игрушки и другие прочные игрухи из крепких материалов. Для пожилых собак лучше выбирать игрушки с более мягкой поверхностью, чтобы не травмировать десны и зубы. Насчет габаритов животного. Основное правило, что игрушка должна соответствовать по величине пасти собаки. Но не должна полностью в ней умещаться. Например, мелкие собаки не очень любят сильно большие игрушки. Они к ним обычно безразличны. Но и не стоит покупать маленькие такие легкие полые мячики для кошек. Ну а крупные собаки обычно отличаются внушительной силой, крепкой хваткой. Поэтому стоит отдавать предпочтение литым, надежным, таким долговечным игрушкам, которые смогут выдержать мощные челюсти. Ну а по поводу вкусов и предпочтений, просто понаблюдайте за вашей собакой. Что она больше любит делать? Носить различные предметы, жевать их или трепать? И вот от ответа на этот вопрос вы узнаете, какие игрушки она больше любит. Не стоит сразу покупать несколько однотипных игрушек, потому что собака попросту может остаться к ним равнодушна. Если вы еще не изучили вкусы своего питомца, то лучше купить 5-6 разных игрушек, которые предназначены для разных видов игр. И так вы сможете определиться с предпочтениями своего питомца. Даже самые прочные, долговечные игрушки со временем выходят из строя, они рвутся, появляются трещины, поэтому логично, что нужно своевременно менять, обновлять игрушки старые на новые. Мягкую игрушку следует стирать каждые 2 недели, если животное с ней не расстается. Это поможет избежать накопления грязи, бактерий и пылевых клещей. Стирать лучше при небольших оборотах и невысокой температуре. Кстати, в машинку можно класть игрушку и с пищалкой. После стирки она какое-то время не будет работать, но со временем вода высохнет и пищалка опять заработает. Также существует холодный метод чистки. Игрушки кладут в морозилку на 8-10 часов, и низкие температуры должны убить вредных микробов. Есть еще трюк с содой. Когда игрушки кладут в пакет и засыпают в пакет, полстакана соды и хорошенько встряхивают. Ну что же, это все на сегодня. Надеюсь, мы вам помогли и вы больше узнали о выборе игрушек. Но помните, игрушками, сколько бы их ни было много, вы не сможете заменить живого общения собаки с вами, с ее любимым хозяином. Поэтому не жалейте своего времени, общайтесь со своим питомцем, а в ответ вы получите большое количество положительных эмоций. Любите животных и до встречи на канале. Пока!